На мой взгляд, Иксгард это лучший гард джиу-джитсу. Я полюбил его еще будучи синим поясом и даже использовал этот гард в ММА, хотя получал в нем по лицу, но он мне дал возможность оказаться сверху и одержать победу. Сегодня говорим об Иксгарде. Основы, входы, атаки. Чем хороший Иксгард в сравнении с другими видами охраны? В позиции Иксгарда ты находишься прямо под бедрами противника. Располагая свой центр тяжести под центром тяжести соперника, ты имеешь шансы относительно легко выходить на различные способы свипов. Иксгард именно такая позиция. Но если Иксгард так прекрасен, почему бы не играть только Иксгард, забив при этом на все остальные виды и вариации гардов? Все просто. Попасть в Иксгард несколько сложнее, чем в какой-либо другой гард. Это не непреодолимая сложность, но попадание сюда потребует немного больше времени и сноровки. К примеру, соперник может добровольно нырнуть в ваш Хавгард и начать проход оттуда, но вряд ли кто-то добровольно намеренно зайдет к вам в Икс, чтобы работать на проход из Икса сверху. Мы с вами рассмотрим варианты попадания в Иксгард, но прежде изучим его базу и структуру. Позиция называется Иксгардом, потому что вы располагаете ноги под противником примерно в форме буквы Икс. Подъем вашей нижней стопы цепляется за заднюю часть колена, а подъем верхней стопы вы цепляетесь за бедро. Колени широко, пальцы натянуты на себя, чтобы соперник не мог легко хватать тебя за стопы и снимать твои крючки. Со стороны твоей верхней ноги ты контролируешь ближнюю ногу соперника своей рукой. Расположение ноги на плече или бицепсе обеспечит наилучший контроль. А захват колена противника будет контролировать угол разворота его ноги, так как ты не хочешь, чтобы соперник имел возможность повернуть колено внутрь и выскользнуть, или перенеся вес на ближнюю ногу и загрузив вашу голень, обойти твой гард лонг степом. Если при этом ты заставишь соперника поставить руки на пол, то ему будет еще сложнее снимать твои крючки, так как его руки будут заняты сохранением баланса. А фрейм на трицепсе поможет еще и не дать развернуться на тебя. Выполнение всех этих условий обеспечивает прекрасный контроль, и я рассматриваю его как наилучшую практику. Но, увы, джиу-джитсу слишком динамично и изменчивая позиция в схватке может выглядеть далеко не так идеально, и все будет зависеть от реакции вашего оппонента. Так что давайте рассмотрим вариации. В стандартном эксе ближнюю ногу принято контролировать андерхуком, но практически все те же функции доступны и с оверхуком. Я лично предпочитаю андерхук, и даже если изначально я взял оверхук, так же по необходимости легко могу сменить контроль на андерхук. Зато оверхук позволяет вам лучше контролировать лодыжку соперника, и отсюда будет легче переходить в атаки на ноги, потому что вы уже имеете необходимый захват для фиксации стопы. Этот же захват я использую и в другой вариации икса, это сингл лег икс, в котором мы блокируем иксом только одну ногу соперника. Это выглядит, ну, как обычная фиксация ахилла, но при стоящем оппоненте. В позиции сингл икс я цепляюсь подъемом внутренней ноги за ягодицу соперника, а пяткой внешней ноги цепляюсь за его бедро. Важно отрывать свой таз от пола, чтобы максимально контролировать бедро оппонента. Сингл лег икс может использоваться как самостоятельный гард, или как переходное положение для входа в классический икс гард. Особенно логичен переход из сингл икса в икс гард, когда соперник пытается счищать ваши крышки ног. Тогда вы можете перемещать стопу с внешней стороны на внутреннюю, получая стандартный икс. И еще одна вариация это реверс икс гард, когда вы меняете верхнюю ногу на нижнюю. Обычно отсюда легко перейти в садл позишн. Все что нужно сделать это своей нижней ногой подтянуть дальнюю ногу соперника к себе и разместить ее между своих бедер. Но теперь можно рассмотреть и входы в икс гард. В любой момент, когда нога противника приближается к вашей голове, вы можете входить в икс гард. Это идеальный момент пройти под центр тяжести оппонента. Этот принцип работает для разных видов гарда и не зависит от того, стоит ли ваш соперник на ногах или на коленях. Вы просто прихватываете его ногу, если она близко, а затем заводите ноги внутрь, чтобы подъем стоп пришелся на его ведро. Так же и в хавгарде. Если вы видите, что его колено или ступня находится близко к вашей голове, цепляйте его ногу, подсовывайте под него свой таз и располагайте крючки ногами внутри его ног в соответствующую конструкцию. Чтобы поднырнуть под противника, нужно сделать его ноги легкими. Крючками ног и руки вы можете отвести вес его тела от себя, чтобы снять его вес с ног. В ги я обычно прихватываю от ворот, чтобы легче было сдвинуть оппонента с места. Но независимо, в ги вы или без него, вы можете подтолкнуть соперника под мышки или в голову. Входы в хгард. Мой любимый способ попасть в х из бутерфляй гарда. Это когда соперник, защищаясь от традиционного свипа, становится на ноги. Нога около твоей головы, входи в х. Еще один способ, которого нас часто учат, подъем соперника через дабл андерхук. Это приводит к тому, что противник переносит вес на руки, что облегчает его ноги и поднимает таз. Дабл андерхук не так просто взять, но эту опцию стоит знать, как прекрасный способ выхода в хгард и развития дальнейшей атаки. Шин ту шин вход. Всегда, когда у меня представляется возможность в гарде, я хочу получить шин ту шин, голень к голени. Эта позиция открывает путь к взятию спины, атакам на ноги и входу, соответственно, в хгард. Вы можете использовать вход шин ту шин сразу в хгард или сначала в сингл х, а потом в классический х, в зависимости от реакции вашего оппонента. Ну, насколько широко или узко он расставляет ноги. Это мои основные пути входа в хгард. Но имейте в виду, что вы можете войти в хгард из любой позиции, если у тебя есть возможность поднырнуть под бедра противника. Задайся целью и будь внимателен, тогда ты найдешь вход из самых разных позиций. А теперь давайте рассмотрим свипы. Этот мой любимый свип из хгарда и, пожалуй, самый изящный. Все, что нужно, это притянуть рукав или запястье дальней руки соперника и вытянуть ноги, чтобы соперник упал в кувырке через свое плечо. Легче всего схватить руку в момент, когда соперник хватает вас за ноги или за отворот кимоно. Этот свип можно делать и в ноги, но крепко схватиться за скользкое запястье сложнее, чем за рукав. Если же вы не можете схватить руку соперника, то вам открываются другие возможности и другие свипы. Это тоже очень легкий вариант. Толкайте верхней ногой соперника, чтобы он падал назад, а нижнюю ногу спустите под его пяточку в качестве дополнительной подсечки. По классике нужно подсекать именно под пятку, но не всегда выходит так, как по учебнику. Главное, чтобы оставался функционал движения. Можно держать ногу и в подколенном сгибе. Тогда это будет скорее подъем ноги соперника, нежели подсекание. Самый подходящий момент для этого свипа, когда соперник выпрямляется, отрывая руки от ковра. Вам остается использовать его инерцию против него же самого. Свип через техническое вставание тоже элементарный. Толкайте соперника от себя и встаете, что может быть проще. Самый легкий способ выполнить это движение – поставить ступню на бедро соперника и толкнуть его выпрямлением ноги. Вы снимаете вес с ближайшей ноги, убираете ногу с отталкиваемого бедра и поднимаетесь через техническое вставание. Конечно, я стремлюсь к опрокидыванию оппонента, но джиу-джитсу штука подвижная и финализация свипа будет зависеть от реакции вашего противника. Выходы за спину и прочей производной. Как уже говорилось, идеально заставить соперника поставить руки на маты. Тогда ближняя к вам нога будет легкой, ее будет несложно поднять и перекинуть через себя. Проще всего закончить эту технику и выйти за спину, вставив крючки под колени в позицию крабрайт и потянуть его на себя. Но повторюсь, джиу-джитсу – это не борьба со статичным манекеном и зачастую все может пойти не так, как описано в учебниках. И это правило справедливо для многих технических действий. Техники из эксгарда тоже могут выглядеть каждый раз по-разному. И часто вы будете начинать с одной техники, сталкиваться с сопротивлением и постепенно переходить ко второму и третьему приему. Важно понять главные принципы и научиться адаптироваться к реакциям партнера. И вы можете узнать в разы больше принципов, концепции и увеличить скорость развития вашего джиу-джитсу в десятки раз, изучив мощнейший видеокурс «Теория джиу-джитсу». Он доступен в разделе «Товары» в сообществе BG Freaks ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok